Пчелы это уже как бы смысл жизни, наверное. Открываешь улик, какие проблемы бы не были, все уходит на второй план, обо всем забываешь. Свою пасеку Василий Михайлович Статник основал более 25 лет назад. Вернулся из армии в свое родное село Терновка и начал заниматься пчеловодством. Раньше, кроме меда, его хозяйство ничего не производило. Сейчас на пасеке получают пыльцу, пергу, труднёвый гомогенат и маточное молочко. Маточное молочко – такой биостимулятор. По крайней мере, уже из опыта, кто хотя бы пропивал два курса на год, по крайней мере, перестают простудными заболеваниями болеть. Что в организме не так, оно больше туда. Для производства и хранения меда и маточного молочка на выделенные государством деньги фермер планирует достроить специальное помещение. Для этих целей необходима стерильность, определенная температура и влажность. Пасека уже пополнилась полутора сотнями новых, современных и удобных ульев. В каждом живет одна пчелиная семья. Всего более 180 семей на пасеке. За бюджетные деньги мы купили прицепы для перевозки пчел, автомобиль для перевозки пчел, твощину, рамки. Вот здесь видно пыльцевлавливатели, кормушки. Ну, всё такое необходимое. В этом году лето выдалось засушливым, что негативно сказалось на количестве растений-медоносов, растущих в окрестностях пасеки. Выкачать три тонны меда в этом сезоне удалось только благодаря вывозу ульев в Евпаторийские и Раздольнинские районы Крыма. Сейчас пчелы готовятся к зимовке. В каждом домике для них приготовили 12 килограммов меда. Особенности крымской зимы позволяют пчелам не уходить в глубокую спячку до весны. Только пригреет солнце, они снова вылетают. Для пчеловодов на пасеке работает достаточно круглый год. Сейчас идёт процесс зачистки рамок. Не очищается, потом натягивается проволока, потом прикрепляется овощина. Для того, чтобы они на этой овощине отстраивали соты. А в суток уже происходят все остальные процессы. Кроме производства меда и пчелопродуктов, Василий Михайлович Стадник развивает и новое направление зелёного туризма – пчелотерапию или сон с пчёлами. На пасеке он построил четыре деревянных домика, внутри две кровати, под которыми живут пчёлы. Василий Михайлович утверждает, за счёт вибрации гула пчёл, сон в этих домиках оздоравливающий и особенно крепкий. В таком маленьком домике находятся десять пчелиных семей. Когда по сезону принос нектара, от аромата кружится голова, аромат прополюса, пыльцы, перги. Очень приятно для здоровья полежать, поспать в таком домике. В планах пчеловода весной увеличить пасеку до 500 уликов. Пчёлы окончательно проснутся в марте с цветением первых пыльценосов – лесного кизила, подснежника и лещины. А чтобы обеспечить своих пчёл собственными медоносами, Василий Михайлович хочет посеять рядом с пасекой фацелию и спорцет. Тогда никакая засуха не испортит медовый сезон. Надежда Староверова, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.